российские миротворцы призваны обеспечить сохранение режима прекращения огня это их главная задача именно для этого они введены в карабах так как в противном случае их будут все чаще обвинять в том что они вошли сюда якобы совсем другой целью и намерены остаться здесь надолго об этом взгляд ас сказал российский политолог григорий трофимчук по его словам буквально каждое сообщение азербайджанской стороны об обстрелах со стороны армянской армии или неофициальных армянских вооруженных формирований должно тщательно проверяться проследоваться и наоборот то же самое должно быть сделано если уже сами армяне сообщают об обстрелах а если огонь не прекращается и даже более того в результате обстрелов появляются жертвы то это говорит о том что во первых на прочность щупают не миротворцев а уже саму рф как таковую пытаясь испортить и международный имидж успешного арбитра во вторых миротворцев постепенно вгоняют в ту же нишу что и минскую группу обсе которая была не в состоянии четко и официально назвать агрессора автора первых выстрелов и ударов в третьих когда-то выстрелы могут быть произведены уже и в самих миротворцев здесь для всех быть хорошим уже не получится пройдет еще немного времени ситуация ухудшится еще на порядок и сша вполне могут поставить вопрос о том на каком основании здесь находится российский военный контингент который не в силах добиться прекращения огня а следовательно может возникнуть предложение о международной военной миротворческой миссии москве не стоило бы давать белому дому в руки такой козы отметил трофимчук касаясь того что армяне осуществляют обстрел азербайджанских позиций на глазах у миротворцев российский политолог сказал что ему сложно представить такого что российские миротворцы намеренно специально и целенаправленно допускают на подконтрольную им территорию вооруженных армян чтобы те оборудовали там огневые точки и стреляли в сторону азербайджанцев для российской стороны это было бы самоубийством ведь такая ситуация ведет прямо к продолжению карабахской войны война под боком у россии это главный для нее кошмарный сон при этом конечно нельзя исключать появление диверсантов по всей территории которую азербайджанцы отбили у армян и об этом я говорил сразу же после трехстороннего заявления 10 ноября мировой порядок становится все слабее поэтому в район карабаха может быть заброшен кто угодно следует также отметить что со стороны россии очень хорошо видно нарастающее давление баку в адрес миротворцев буквально по всем параметрам и обвинение в том что они допускают в подконтрольном им районе появление вооруженных армян еще не из самых тяжелых россии придется выбирать или жестко пресекать любые попытки перестрелок со всех сторон или воевать в карабахе уже в обозримом будущем заявил про фимчук что думаете вы пишите в комментариях спасибо за просмотр до новых встреч спасибо за просмотр поставьте лайк если вы не подписаны на наш канал то подпишитесь